приветствую вас александр и я подумал что будет будет правильно лучше написать видео чем писать вам все это потому что все таки в письменной форме есть некоторые ограничения которые могут помешать наиболее полно раскрыть что я хочу вам сказать ну во первых что касается телесного психолога то здесь ситуация заключается в том что этот человек вообще-то говоря давайте от начала мы с вами определим так что есть значит психотерапевты психиатры и психологи психологи в свою очередь денется на клинических психологов да и обычных психологов а дальше то чем они занимаются сами психологи подразделяется на школу школ то есть школа там механам школа допустим личности психологии и так далее и классическая психология есть гестартерапия и все эти школы они подразумевают свой подход свою методику свои техники и а телесный психолог о котором говорит ксения это можно понимать в двух аспектах первое это что-то связанное с парапсихологией пара то есть около 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 психологично это не традиционно это что-то связано с непосредственно вот народной медициной и это опасно и чревато определенными непосредственно для человека для ксения например если не понимать телесную психологию как ну вот как-то научно то здесь имеет место быть психотерапевт психотоматические расстройства это такие явления когда у личности у человека в результате переживаний наблюдаются какие-то физиологические проблемы ну то есть например человек скажем нервничает и у него начинает сильно болеть рука допустим или поднимает сепаратуру сильно да это вот психотоматика и психотоматические расстройства они достаточно распространены особенно у людей нервных особенно у тех кто находится в постоянном умственном и эмоциональном напряжении кто не может правильно организовать свой отдых свой и в этом плане ксения может быть ищет того кто помог бы ей психотоматику снять Это вот что касается телесного психолога что касается татуировки То, ну понятно, что и татуировка, и алкоголь, и подручка новая зала. Это, нет, точнее, не так, подручки мы только не будем показывать. Пока что. Футбол, алкоголь, тротуар, да? И барабан. И барабан. Это все активность. Это все эмоции. Это все переживания. И возникает только один вопрос. Для чего они нужны? Ну, то есть, почему человек так много хочет себе вот это все взять? Почему? Потому что, на самом деле, ей нужна основа, база, чтобы постоянно показать себе, что она сделала, то, как она поступила, оправдывает себя, оправдывает ее поведение новое, оправдывает ее выбор. И вот ей нужно себе постоянно подтверждать себе, что выбор, который она сделала, является супраздным, является верным. А для этого нужны постоянно эмоции, постоянно какие-то новые вершины, новые достижения и так далее. И, с одной и с другой стороны, это хорошо, потому что это ее, как бы, стимулирует на то, что, вот, ну, чтобы не сидеть на месте, чтобы постоянно двигаться куда-то, да, чтобы постоянно заниматься. Но, с другой стороны, это постоянный бег от самой себя, потому что эмоции, новые эмоции, новые впечатления, новые потребности, постоянно новые. Это попытка заглушить в себе что-то. Я не думаю, что заглушается здесь любовь к вам. Я думаю, что заглушается здесь чувство к вам. Давайте все-таки будем реалистами, да, не будем думать, что это именно так. Заглушается что-то другое, что-то более глубинное, более лично у Ксении, и, скорее всего, заглушаются личные сомнения ее в том, вот, правильно ли она выбрала именно ориентир, ориентир на новую жизнь. То есть, в принципе, понятно, что с вами она была, ну, не тоже, чем она чувствовала себя зажатой. Хорошо, она решила пойти своим путем, сделала это она своему, да. Но вот сомнения в том, правильно ли она все это делает, они, наверное, у нее есть. И развод, какой бы он ни был, расход с вами все-таки 12 лет для нее это, ну, тоже имеет какое-то значение, да, она тоже показывает, да, она храбрица, она ведет себя очень выживающе, но, тем не менее, все равно для нее это травма, это психотравма. И именно поэтому она ищет психолога. Для чего она ищет психолога? Чтобы он, последнее дело, сказал ей, подтверждал ей, помогал ей убеждаться в том, что она делает правильно, что она поступает правильно. Если такого человека у нее не будет, то одна она будет постоянно летаться из одного интереса к другому интересу, так, в принципе, ничего не добьет. И вот это самая большая для нее проблема. На что она, как бы, будет способна для того, чтобы так себя проявить? Что она готова сделать для того, чтобы доказать себе еще раз, что она правильно делает? Лучше не представляю. Но до тех пор, пока у нее вот этот вот внутренний конфликт будет, это начало просто ощущение неполноценных, ощущение того, что ее принижали, ощущение того, что ее подчиняли. Вот этот конфликт не разрешен пока у нее. Он будет постоянно на нее давить. И я думаю, что психолог, которого она себе выберет, должен будет ее поддерживать. То есть он не должен относиться к ней критически, говорить ей, что она поступила на неправильный конфликт. Скорее всего, такому человеку она доверять не будет. Она будет доверять только тому, что ее разделит, ее позиция. Вот. Но, в принципе, само по себе, что она лишь психолога, наверное, вам это показалось хорошим знаком. Но, в действительности, это лишь научное, может быть, психологическое подтверждение того, что она делает. То есть не стоит надеяться, что вот ее поиски это означает преосмысливание каких-то вещей. Этого делать я вам не рекомендую. Тут многое зависит от личности психолога. Пока он будет с ней общаться, это работа ни одного дня. Возможно, даже ни одного месяца. В данном случае. Для того, чтобы, во-первых, человек начал доверять полностью психологу. И чтобы прислушивался к его мнению. Чтобы он, как потихонечку, перенаправлял ее не на то, что он учит, а на то, что у нее лучше всего лекции. А проблема в том, что она сама не знает, что для нее лучше всего. Сейчас она хочет вернуться, по сути, в ту жизнь, которая жила до вас. Почему? Потому что это реакционное поведение. Реакционное поведение на правильную, как она считает, жизнь до встречи. Жизнь с вами. Но реакционное поведение, как реакция на что, всегда пройдет. Оно всегда проходит. И что будет потом? Не видно. Вот все сынии вспоминают себя, какой она была до встречи с вами. Или до брака с вами. Ей кажется, что она была счастлива. Уже. По сравнению с тем, что она сижу в США. Но когда она вернется туда, она поймет, что все уже не так. Что она гонит за своим призраком. Что действительно, что тот человек, который жил тогда, его уже нет, этого человека. А сразу другой человек. Теперь. Этому человеку уже не совсем нужно все то, что она хочет сейчас сделать. По инерции. А поскольку других интернетов у нее нет. Она их еще не создала. Да? Ну, может вас стыкнуть кризис. Кризис, депрессия и как следствие на злобе, на алкоголь. Алкоголь. Потому что, ну, я лишь только один пример приведу. Что, например, футбол. У меня есть знакомый, который занимается профессиональным футболом, но раньше занимался профессиональным футболом. Так вот, он говорит, что если футбол пропустил что-то, буквально несколько месяцев, даже месяц пропустил, то потом очень тяжело набрать форму. Она очень долго не играла. Футбол даже на любительском уровне. И, поверьте, ей будет очень тяжело. Но ожидание, которое она возлагает нам все это, не оправдалось. И вот представьте себе, что человек искренне стремится к тому, чтобы вернуться в то время, когда он был счастлив по своему мнению. И он не может туда вернуться. Ну, потому что уже слишком много утекло времени. И это уже так вот. Опять-таки мы приходим к тому, что вам нужно Ксению сейчас пожалеть. Что касается ее отношений с Ириной, что, ну, видительный человек, в данном случае Ирина, была ей нужна для того, чтобы пережить с вами кризис именно с вами лично. И сейчас этот кризис прошел, по мнению Ксении, пик прошел. Потребность в человеке уже теперь отпадает. И Ксения либо будет тянуть Ирину до своего уровня в машине, так как она представляет их. Либо они разрешатся. И вероятно, что второе, потому что Ирина не будет тянуться до ее уровня, так как считает, что у нее есть своя жизнь. Прошу прощения, у нас тут, походу, гроза начинается. Вот. И, то есть, вы правильно заметили, что отношения, как бы, идут по принципам задействования. Ну, еще раз повторяю, это нормальное явление, когда человек использует другого человека, пусть и не осознанно, для того, чтобы пережить другой момент. То есть, вот, смотри, вы, допустим, понимаете, что у вас с женой, ну, чисто для примера, вы понимаете, что у вас со своей женой, да, ничего не складывается. К разводу вы еще не готовы. Но вы уже понимаете, что отношения ваши, они, ну, все, они закончены. И вам тяжело, потому что вы с этим человеком уже есть, да, у вас были какие-то чувства, у вас налажено будет все. Вам тяжело, вам хочется, вы ищете другого человека. С этим человеком вы сближаетесь, вы не можете даже спать. И до тех пор, пока вы с женой окончательно не расстанетесь, вы будете с этим человеком, потому что он для вас, как бы, как бы спаситель. Но потом, когда, ну, в услугах спасительного инвентации, вы инвентации перестанете, то, соответственно, и отношения с этим человеком также будут сходить на них. Потому что, ну, от древности, она изначально не была связана с самим человеком. Вот так же и я. Для Ксении Ирина лишь средство. И Ксения этого не осознает. Но будет. Чем дальше, тем сильнее будет осознает это. На самом деле. А, в принципе, наверное, по поводу Ксении, наверное, все. Мне бы хотелось сказать по поводу вас, Александр. Дело в том, что, прошу меня, наверное, не извините, если вам не понравится что-то. Ну, поверьте, я не хочу вас обидеть как-то. Но я думаю, что это полезно. Что же я скажу. Вы до тех пор следите за Ксении, до тех пор, как бы, читаете ее переписку, до тех пор оцениваете ее жизнь. И это не есть хорошо. Вам нужно отпустить человека. Вам нужно просто-напросто начать жить дальше. То есть, Ксения, это ваша брось уже теперь. И, как вы видите, что этот человек, которого вы за собой тащили, которого вы за собой тянули, и который какое-то время благодаря вам держался на плаву, но теперь, теперь вновь идет туда, кем он всегда был. И это не ваше вина. Это не его вина. Это вообще не чья вина. Человек просто не понял быть кем-то иным, кроме того, кем он является. Вот какое-то время ради вас Ксения хотела быть другой. И она была другой. Но она поняла, что она не может быть другой. Она та, кто она есть. И это не та же женщина, которая была рядом с вами. Это не мат ваших детей, это не супруга, это не сам партнер и так далее. Это другой человек. И она сейчас это не поняла. Она попыталась измениться, попыталась стать той, кто нужен вам и не смогла. Но она пыталась. Хотя бы. Но она хотя бы пыталась. Вот давайте постараемся быть ей благодарным за это. Я понимаю, вам тяжело. Я понимаю, у вас очень много обид с ними. Я понимаю, что вы считаете ее предатным. Это такое. Я понимаю. Но это уже случилось. Она ушла. И вы видите, что она делает сейчас то, что хочет делать. То, что ей казалось невозможным рядом с вами. Давайте ее постараемся отпустить. Просто отпустить. Этот человек, который вам больше не то, чтобы не нужен. Вам не по пути с этим человеком. Просто у вас разошли к дороге. И дороги разошлись. Но то, что вы делаете. Это вы лишь только не даете. Не позволяете того, чтобы отпустить вас. Вы не можете продолжать полностью жить дальше. Пока следите за ней. За ксением. Не нужно этого делать. Если вы следите за ней. Для каких-то своих целей. Своих подцелей. То мы можем это разобрать. Сразу. Если хотите. Но. Давайте спросим себя. Вы хотите быть счастливыми? Вы хотите, чтобы ваши дети были счастливыми? Как бы активным мужчиной. Полноценным мужчиной. И так далее. Если да. То ксения можно опустить. И набрать все свои энергии. Все свои силы на другую женщину. Это то, что вам нужно сделать. И если что-то вам мешает. То. Еще раз говорю. Можно это опустить. И я постараюсь вам помочь. Дальше. Что касается. Вообще. Переписка. Переписка. Ну. Здесь момент такой. Я понимаю, что вы ищете какие-то моменты, связанные с возможной угрозой. И вашим детям. На самом деле. Эта угроза. Она. Не будет для вас чем-то новым. Эта угроза может исходить из только нескольких моментов. Это. Владел имущество. Родительские права. И. В принципе. Все. То есть. Вы знаете, откуда примерно будет исходить. угрозы. Это вам нужно сделать. Что-то вам нужно сделать. Это факт. Это. Эээ. Вещать свои права. Понимаете. В качестве доказатель. Эээ. Та информация, которая у вас есть. То есть. Полученный не парамет. Полученная в нарушении. Эээ. Конституции. Эээ. Она не может быть представлена. Эээ. Как доказатель. В любом процессе. Промышленно. Полученный не парамет. Эээ. Эээ. Если. Например. Это. Сказать. Вот. Я знаю. Что. Моя бывшая сна. Да. Попустим. У меня алкоголь. Там. Да. Живет. Там. Живет. Живет. Там. И так далее. Но. Вы. Эти сведения. Получили. В обход. Закон. По крайней мере. Мне так кажется. Если. Ошибаюсь. Простите меня. Просто. И. Эта. Информация. Никак. Не может. Быть. Использована. В каком-либо процессе. Суд. Суд. Ее. Просто. Не принят. Эта информация. А это означает. Что. За вас. Просто. Лишний груз. Бавал. Который. Ничего. Вам не дает. Кроме. Негатива. По сути дела. И. Раз за разом. Переживания. Прошлого. На этом. В принципе. Я хотел бы. Закончить. То. Что. Касается. Вашего. Вопроса. Ваших. Сообщений. В заключении. Скажу. Что. Видел. Ваши. Фотографии. Где вы отдыхали. С детьми. Спасибо большое. Что. Поделились со мной. Именно. Мне очень приятно. Рад. Что. Вы хорошо провели время. Надеюсь. Детям. Очень понравилось. Вы расслабились. Немножко. Отдохнули. Вот. Думаю. Что. Вам это пойдет на пользу. Еще. Еще раз. Повторяю. Что. Очень. Рад. Что. Вы со мной делитесь этим. И. Надеюсь. Что. Увижу. Как. Вы. Будете. Справлять. Свою свадьбу. Еще. Одну. Эээ. Той. Женщи. Которая. Станет вам. Эээ. Идеальной. Попругой. Той. Которую. Заслуживает. И. Я готов вам. Помочь. В том. Чтобы. Обрести. Эээ. Ваше мужское. Счастье. Вот. Так. Ann um. Там. Одну. Эээ. Эээ. rente. Одну. 衷. Ух. Ух. Н уст.